А вот, скажите, ну вот, как подавать, с этим всем связано, с чем связано то, что многие психологи выступают против таких вот, скажем так, альтернативных или дополнительных методов. Просто вот у нас, по крайней мере, здесь идёт война. Все, кто не закончил там медуниверситет по психологии или медуниверситет шарлатаны, все дополнительные методы тоже шарлатанские. Как фотосор комментируется? Ой, да у меня столько комментариев сразу в голове просто один друг подогоняет и, видите, харду они играют. Можно, да, там, начиная от банальной, там, бояться конкуренции, да, и заканчивая тем, что во все времена ведьмы, к ведьмам так как-то, ну не во все времена, но достаточно длительный был период в истории нашей европейской, да, Бабушка все-таки каким-то боком европейцы, да, к ведьмам относились, так это плохо относились, да, и плохо поступали с ними, да, вот. И всё, что похоже на их работа, на их деятельность, оно по-прежнему вызывает некий такой, может быть, даже уже какой-то архетипический страх или не принятие, что-то такое. Ну, а если бы вы сами вот в идеале формировали, допустим, у вас был свой университет, вы бы обучали психологов, то какие вот когнативные дополнительные методы для обязательных программ? Ну, я же уже преподавала в университете, я там читала курс, который так и назывался, кинезиологический метод диагностики и коррекции. И сейчас в том же самом университете, я-то там больше не работаю, там же есть магистратура по кинезиологии. Просто нужно много говорить, обсуждать, но магистратура есть. В Бризанском госуниверситете есть доп. образования кинезиологии, да. В Москве институт кинезиологии. Ну, понятно, что он там коммерческий, но потихонечку, как бы, я думаю, что код специальности появится рано или поздно, так или иначе. Поэтому я ничего плохого не вижу в том, что... И очень многие психологи, по крайней мере, вот на Люде России, где я преподавала, было достаточно много, и в Крыму даже, да, они приходят и осваивают эти методики, в частности, Единый Мозг. Потому что, ну, я сама психолог, да, и я работала как НОУПИ-терапевт, как Ингианские терапевты, как СИОНГИАНСКИЙ, да, и только когда в мою жизнь пришёл Единый Мозг, мне удалось теперь добиваться таких эффектов для своих клиентов и для себя, вот. каких раньше не было. Потому что я очень любила эти методики все, особенно вот нейролингвистическая, это была первая магия в моей жизни, вот, когда я с ним познакомился, да. Но Единый Мозг даёт гораздо больше и гораздо быстрее. И он гибче, он процессуальнее, и он такой вот, очень такой индивидуальный по подходу своё. То есть возможности методов гораздо больше вот всех тех методов психологических, с которыми я работала, показались. Я ещё и как телесный терапевт там работала в своё время, в 90-е годы. У меня всегда было в голове такое представление, что тело и психика – это дорога к двусторонним движениям. К сожалению, вот даже тогда, и у нас на факультете психологии, тогда это был Ростовский государственный университет, сейчас Южно-Федеральный, было некое противостояние, да, между там социальной психологией и психофизиологией, да. Было такое, потому что психофизиологов костерили биологизаторы. Нет, даже ещё был такой ярлык в советские времена – биологизатор. А мы говорили, нет, мы не биологизаторы, мы просто хорошо обосновываем субстраты, хорошо понимаем то, что мы делаем, основу того, что мы делаем, да. А вы просто розовые поросят в облаках, да, потому что вы работаете только с сознанием, да. В крайнем случае, немножко с подсознанием, а всё равно тело – это инструмент. И очень многие корни, вы их пытаетесь решить на угол не сознания, а корни в теле. И что с этим делаем? Как так вообще можно? Вот за что я люблю, три в одном, да, это единый мозг в телезиологии. То, что она работает и в сознании, и в подсознании, и в теле. И делает это одновременно проверивание. И за счёт этого получается глубоко копнуть, вот, и серьёзно отработать. Серьёзно и даже без возврата, скажем так. Чтобы вот эти корни в теле не оставались. А если, наоборот, чтобы у князиолога быть профессионалом, что ему нужно добрать? Ну, понятно, психология для того, чтобы хотя бы ввести не будущее, а какие ещё моменты? Основы психологического консультирования – анатомия. Именно мышечная, опорно-двигательная система. Психофизиология, потому что не везде хорошо учительного преподает этот предмет психолога. Там, где я училась, хорошо преподавала. У нас были очень сильные игры. Наши физиологи были вообще европейского уровня, как сказать, минутости, у которых я училась. Побезло мне в этом плане. Но, к сожалению, не везде образование настолько хорошо, что это хорошего уровня. Психофизиология, физиология душево-нервной деятельности, анатомия. Ну, конечно же, традиционная китайская медицина. Потому что это наши корни. В общем-то, надо хорошо понимать и канально-энергиональную систему, и движение энергии по ней. И хорошо понимать, например, такую вещь, что бесполезно тыкать что пальцем, что иголкой в пустое место, где нет энергии. Да? Это бесполезно, его там нет. Ты это ничего не дашь. То есть вот эти предметы, на мой взгляд, просто обязательно. Ну, человек, который вообще не знаком ни с одной из дисциплин, он может начать с кинезиологией и познакомиться с ней, если у него нет такого вот вот раунда? Вот это очень хороший вопрос. Потому что на самом деле базовые направления специализированной кинезиологии, такие как целебное прикосновение, единый мозг, гимнастика мозга, они вообще-то создавались для чайников. То есть для человека, который не знает ни медицины, ни психологии, ни физиологии, ничего. Это такие просто простые приемы балансировки для здоровья и простые приемы балансировки человека в состоянии стресса. То есть вот почему у того же единого мозга такая резервная как бы система хорошая, да? Почему не надо бояться что-то сделать не так? Потому что он создавался, по крайней мере, базовые ступени, они для чайников создавались, да? Чтобы человек даже там, ну, не имея каких-то глубоких представлений, мог помогать себе людям. Поэтому, да, начинать можно, если речь идет о базовых направлениях, да? Конечно, никакого там форматирования мозга в исходу изучать не будете, где там какие-то сходу серьезные продвинутые техники используются. Это просто... Я видела людей, которые пытались это делать, они просто потом пугались, говорили, что это вообще какой-то жуткий ужас, да? Вот, а вот эти три направления, по крайней мере, ну, возможно, еще какие-то, ну, вот за эти три, как говорится, я лично отвечаю, их можно спокойно изучать для себя и для друзей, что-то. Что? Уча, ну, в это время была популярная обучающая кинезиология. Ну, так это, так она тоже... Это гимнастика мозга, вообще-то. Да, она есть. Да, она есть. Да, она есть, да. Образовательная, так называемая кинезиология, это практически гимнастика мозга. Это та кинезиология, которая для нужд образования, кинезиология способностей. Каждый еще раз.